Всем привет! Сегодня мы с вами будем говорить о новинках Фаберлик и последние несколько моих видео на эту тему, в принципе, были достаточно позитивными но в сегодняшнем видео, к сожалению, комплименты у меня закончатся по большей части потому что передо мной сейчас достаточно много разочарований но, конечно же, как всегда, будут и вещи, которые мне понравились и, что самое приятное, в этом видео будет еще и конкурс поэтому обязательно досмотрите до конца но давайте обо всем по порядку и первое, о чем хочу поговорить, это о новой линейке Блум очень многие из вас меня просили сделать на нее обзор вернее, как посоветовать вам, стоит на нее обращать внимание или нет и сразу скажу, я буду говорить только об этой конкретно желтой линейке потому что все остальные я так досконально не изучала я только посмотрела состав всех средств из желтой линейки, которая 35+, и о ней давайте детально и поговорим на сайте Фаберлик эта линейка значится как антивозрастная то есть предполагается, что, в принципе, эта система поможет нам бороться с какими-то, ну, наверное, первыми признаками старения так как это начальная линейка 35+. я посмотрела состав этих продуктов, немножко позже об этом поговорим давайте сейчас чисто внешне разберем, текстурно разберем как и в прошлом своем видео об уходе из корейской линейки сразу скажу, что я не пользовалась этими средствами слишком долго то есть буквально, может быть, неделю они были у меня в использовании и это скорее мои первые впечатления, но мне кажется, что их будет вполне достаточно что касается текстуры этих кремов, то они достаточно обычные это белый крем, он абсолютно не густой, такой вот легенький, очень быстро впитывается в кожу то есть буквально несколько вот таких вот массажных движений по лицу вы делаете и этого достаточно для того, чтобы он впитался что касается сыворотки, у нее абсолютно такая же текстура то есть очень такая легенькая, водянистая, можно так сказать и в сыворотке есть компонент, который также матирует поэтому после того, как вы ее наносите, кожа не блестит а она именно становится такой бархатисто-матовой ну и крем для области вокруг глаз тоже абсолютно аналогичный тоже такая белая субстанция, которая достаточно быстро тоже впитывается теперь что касается моих общих впечатлений от этого ухода я бы не сказала, что это уход именно антивозрастной я бы больше его назвала как базовый уход очень подходящий, кстати, на лето потому что все текстуры очень легкие, легко впитываются несут легкое увлажнение, легкое питание но я бы не сказала, что что-то больше, чем это и я сейчас держу перед собой свои заметки по поводу состава и что касается дневного и ночного крема то если разобрать первые 10 компонентов это те ингредиенты, концентрация которых наибольшая в составе то здесь единственные ингредиенты, которые не являются увлажнителями усилителями текстуры, смягчающими агентами и так далее это масло макадамии и масло ши я уже несколько раз вам рассказывала о масле макадамии это в принципе неплохое масло оно помимо масла жожобан оно наиболее близко к нашему собственному кожному жиру это масло способно улучшить липидный барьер что предотвращает потерю влаги кожи и в принципе масло ши по сути делает то же самое то есть оно сохраняет влагу в коже и в принципе также известно что масло ши может бороться с какими-то сухими участками на лице поэтому если у вас есть какие-то отдельные участки которые вот прям сухие шелушащиеся то масло ши это отличный компонент который может вам помочь с этим но по сути в принципе это все в дневном креме чуть ниже по списку также идут аргинин это антиоксидант потом экстракт жасмина который собственно и заявлен как активный ингредиент он восстанавливает кожу хорошо и лицетин который тоже восстанавливает кожу и он хорошо также работает вместе с экстрактом жасмина но эти компоненты идут значительно ниже в списке ингредиентов поэтому вполне возможно что их концентрация крайне низкая и вы знаете вот так вот смотря на состав я не совсем разобралась чем отличается ночной крем от дневного да есть там некие перетурбации скажем так между компонентами где-то что-то стоит чуть выше по списку где-то чуть-чуть там что-то ниже стоит есть какие-то компоненты которые отличаются но в принципе на общую формулу ну как мне кажется по крайней мере это только мое мнение мне кажется это не сильно влияет что же касается сыворотки то в принципе от сыворотки мы ожидаем большей концентрации всяких активных ингредиентов зачастую сыворотки стоят из-за этого дороже и их меньше по объему потому что они более насыщенные в принципе но смотря на ингредиенты я бы не сказала опять-таки что это что-то прям супер активное а здесь составе глицерин который просто как бы хороший увлажнитель также каприловый триглицерид это тоже увлажнитель фракция кокосового масла то что я говорила создает матовый эффект это алюминиевый крахмал и все так же я здесь наблюдаю масло макадамии масло ши единственное что здесь добавлено помимо того что добавлено в дневной и ночной крем это абиссинское масло это хороший источник омега-9 и он защищает от дегидратации и давайте теперь еще быстренько пройдемся по составу крема вокруг глаз вы знаете вот этот крем мне показался наиболее активным потому что здесь побольше активных ингредиентов которые могут сделать какой-то видимый визуальный эффект опять-таки в составе здесь глицерин каприловый триглицерид помимо этого здесь еще добавлено гидроксиэтил мочевина это ингредиент который увлажняет кожу и сохраняет баланс гидротации в верхних слоях кожи опять-таки здесь алюминиевый крахмал для того чтобы создавать матовый эффект после нанесения но что мне понравилось здесь также в составе есть пантенол это спиртовая форма витамина b пантенол отлично привлекает и удерживает влагу действует по сути очень похоже как гиалуроновая кислота дальше в составе есть еще неоцинамид это витамин b3 о неоцинамиде я уже рассказывала просто как об одном из самых лучших ингредиентов которые в принципе стоит искать в вашем уходе у него конечно просто безграничные возможности он и улучшает текстуру кожи и разглаживает морщины и восстанавливает кожу и вообще что он только не делает но все очень сильно зависит от того в какой он концентрации чем выше эта концентрация тем естественно вы больше заметите результатов у вас на лице если эта концентрация крайне низкая то в принципе ну возможно вы вообще ничего не увидите никаких результатов от его действия а здесь сожалению не указано в какой концентрации здесь находится неоцинамид поэтому можно только гадать также здесь есть такой компонент как эсцин я точно не знаю как он переводится но это базовый компонент семя конского каштана вообще этот ингредиент часто добавляют в средства для ног которые улучшают циркуляцию усиливают капилляры и так далее но также этот компонент играет роль в стабилизации коллагена и эластана в коже что тоже очень важно сразу после первых десяти ингредиентов в этом креме также идет кофеин и экстракт джасмина который собственно присутствует во всей этой линейке кофеин часто добавляется в крем и вокруг глаз но в принципе нет четкого исследования которое бы говорило что вот он сто процентов помогает против отечности против темных кругов в принципе этот ингредиент очень популярен как я и сказала многие марки его используют и так много наговорила но очень быстро хочу сделать заключение по поводу этой линейки я считаю ее базовой если вы хотите полагаться на нее как действительно на антивозрастную и вы видите какие-то признаки старения какие-то морщины может быть пигментные пятна что-то еще что вас не устраивает и вы хотите с этим бороться то это не тот уход который вам в этом поможет опять-таки как я всегда говорю по моему мнению но если вы хотите базовый уход на летнее время который будет слегка увлажнять кожу питать кожу быстро впитываться не оставлять никакие гадкие пленки после себя или там жирные липкие какие-то слои то тогда вполне возможно что вам эта линейка понравится единственное и последнее что я хочу сказать об этой линейке это то что она категорически не подходит тем кто очень чувствительны к запахам потому что у этой линейки просто невыносимо яркий аромат жасмина я отношусь к тем людям кого обычно вообще не беспокоят ароматы но здесь же аромат настолько ядреный что даже для меня для человека который обычно на это вообще не обращает внимание это слишком особенно с утра когда только проснулся пришел в ванну умылся и начинаешь наносить и прям так жасмин как будто огромным букетом жасмина получил по лицу ладно идем дальше потому что еще одна очень много чего нужно сделать обзор не хочу на чем-то одном останавливаться слишком долго заказала новинку из корейской линейки это ночная маска для лица вот это стало моим самым большим разочарованием как только я заглянула в состав что это такая гелевая текстура возможно как-то так бы я это назвала она очень быстро превращается в матовую такую пленку бархатистую на лице очень кстати это похоже и на текстуру ночной маски от Avon тоже из корейской линейки но здесь я посмотрела на состав и вы знаете состав меня не впечатлил абсолютно здесь в основном только обычные увлажнители усилители текстуры смягчающие агенты ну и глицерин и все по сути там больше ничего нет все более активные ингредиенты находятся дальше ниже по списку и из-за этого у меня складывается такое впечатление я могу здесь конечно ошибаться но мне так кажется вот эта маска в принципе особо ничего не делает вы знаете что я очень похвалила корейскую линейку Faberlic и в прошлом видео когда мы первые три продукта которые они выпустили рассматривали там у меня были достаточно позитивные отзывы и те продукты я могу рекомендовать в покупке но мне кажется что эту маску лучше пропустить из линейки спорт и пляж я взяла два продукта первый это кремовые тени и жидкая подводка вот классные здесь ничего плохого не могу сказать давайте наверное начнем с карандаша я взяла себе естественно оттенок 5682 это обычный бронзовый оттенок естественно мой самый любимый самый ходовой очень кремовый карандаш абсолютно не плешивит легко растушевывается это один из тех продуктов когда хочется сделать какой-то легкий макияж глаз но в то же время сильно много там заморачиваться над этим не хочется то есть просто берешь наносишь вот так вот по всему веку берешь синтетическую кисть начинаешь это растушевывать выше поднимать в складку и в процессе растушевки создается эффект как будто даже несколько оттенков у тебя на веке здесь заявлено что этот стик водостойкий и в принципе его достаточно сложно смыть то есть если я просто вот сейчас вот пойду помою руки с мылом то этот карандаш не смоется он у меня останется поэтому пока я не возьму средства для снятия макияжа он вот так вот и будет сидеть у меня на коже конечно я не проверяла это все где-то в бассейне или на море то есть если действительно накраситься и прям там нырять и тереть глаза я не знаю что произойдет но тем не менее стойкость у продукта вполне нормальная что мне еще больше понравилось это вот эта жидкая подводка приготовьте сейчас просто обалдеть от ее оттенка потому что на лето это просто невероятный оттенок это такой небесно-голубой металлик немножко серебринкой он так переливает невероятно классный вообще оттенок яркий сочный броский вот просто потрясающий для голубых глаз это будет невероятно красиво тоже еще что мне очень понравилось это то что подводка очень хорошо рисуют здесь буквально самым кончиком можно рисовать тонюсенькие линии и в то же время вы можете рисовать и жирные какие-то линии то есть подводка абсолютно не сухая не пересыхает во время того как вы наносите стрелку в общем то здесь одна похвала также фаберлик я люблю заглядывать в отдел одежды а именно в отдел обуви потому что очень часто там попадаются классные штуки в этот раз я заглянула в мужской отдел и мне очень понравились две пары обуви которые я взяла для своего мужа первые были вот эти вот кроссовки мне они показались идеальными такими кроссовками на каждый день для того чтобы носить с шортами у меня муж очень любит летом ходить в шортах и вот такие вот кроссовки это у него самая такая рабочая лошадка скажем так для повседневной носки они невероятно легкие и из-за этого их летом комфортно носить к внешнему виду у меня тоже абсолютно никаких претензий по качеству тоже я не могу сказать что я недовольна это конечно не качество new balance или уж тем более там adidas nike и так далее но в то же время и стоимость этих кроссовок достаточно низкая каждая из этих пар в районе где-то 700 гривен за эти деньги невозможно у нас в городе купить что-то что не будет откровенным китаем которая разлезется просто вот так вот за пять минут единственный вариант за эти деньги купить что-то немножко более приличное это на заграничных сайтах типа 6 pm что-то вот такого выцепить там возможно если появится твой размер и тот стиль который тебе нравится в скидках то там можно купить new balance за эти деньги но если вам на этих сайтах не везет а нужно купить что-то вот прямо сейчас в принципе я вполне могу faberlic рекомендовать и вторые кроссовки которые мне понравились еще больше мужу они понравились немножко меньше потому что он любит больше классические кроссовки по типу как я вам показала только что вот эти чисто по стилю ему понравились немножко меньше но это знаете вкусовщина и дело предпочтения мне эти кроссовки например нравятся больше чисто внешне чем предыдущие сделаны тоже очень хорошо ничего не разлазится и как видите они не новенькие он уже далеко не один раз в них ходил всегда говорил что все комфортно все классно поэтому опять таки стоимость такая же приблизительно как и предыдущих кроссовок тоже вполне могу рекомендовать кстати товары для дома faberlic мне зачастую тоже очень нравится и первое что я заказала это форма для запекания вот такая вот мне она очень понравилась я уже давно хотела себе такую вот стеклянную форму потому что у меня есть только керамическая и обычная железная железная вообще у меня убитая уже совершенно она вся поцарапанная к ней часто прилипает все а вот чем мне нравятся вот эти стеклянные что они неубиваемые как ты там не пили потом приготовленное блюдо ножами в этой форме все равно с ней абсолютно ничего не происходит и она кстати идеально подходит мне по размеру я люблю вот такие вот небольшие потому что у меня дома две духовки одна полноценная такой духовой шкаф а вторая маленькая духовочка которую я чаще всего использую когда готовлю только для нас двоих с никитой потому что когда к нам приходят гости или приезжает кто-то в гости то ее не хватает я тогда уже подключаю этот духовой шкаф но так вот на повседневной основе я готовлю в своей маленькой духовочке она мне безумно нравится и вот эта форма просто идеально входит в эту духовку кстати я тоже хочу упомянуть одну штуку потому что я заметила повторяющиеся комментарии каждый раз когда я говорю о товарах для дома из фаберлик в россии насколько мне известно есть такой магазин как фикс прайс то есть там очень дешевые товары для дома продаются в украине нет к сожалению аналога такого магазина то есть у нас нигде невозможно купить вот прям за 3 копейки какие-то товары для дома поэтому лично меня зачастую вполне устраивают ценный фаберлик потому что они либо ниже наших рыночных обычных либо в принципе такие же поэтому для меня удобнее возможно даже заказать если мне что-то не понравилось сразу по факту вернусь чем ехать в магазин или в несколько магазинов и искать то что мне нужно и последнее что я заказала это была вот такая вот разделочная доска вообще в принципе для меня это больше баловство я хотела попробовать ее в первую очередь а во вторых я хотела разделочную доску чисто для овощей и фруктов то есть чтобы вот так вот на кухне ее поставить и резать только овощи и фрукты для сырого мяса или вообще просто разделочные доски у меня все деревянные потому что на таких вот пластиковых можно пользоваться только дешевыми ножами если у вас дорогие японские ножи то конечно у пластика они тупятся гораздо быстрее а если вы знаете то заточка японского ножа это целая процессия на целый день а может быть и на несколько дней и я здесь имею ввиду не вот эту вот заточку знаете которая кончит просто кромку вашего ножа за пять секунд я имею ввиду заточку правильную с японскими камнями соответствующими которые разные они меняются там и короче это действительно сложный процесс поэтому если у вас дорогие японские ножи то конечно лучше покупайте только исключительно деревянные доски но как я и сказала вот это для меня скорее такое баловство которое я просто хочу оставить на кухне для того чтобы быстро там что-то я не знаю фрукты какие-то порезать или овощи какие-то нарезать с утра завтрак там приготовить ну что ж это был весь мой заказ и с обзором я закончила и теперь мы с вами можем переходить к приятной части этого видео а именно к конкурсу для кого-то из вас я заказала целую линейку блума которая говорила в начале и хочу ее сегодня разыграть поэтому если вы хотите поучаствовать в розыгрыше на эту линейку по уходу пожалуйста ознакомьтесь с описанием под видео там будут абсолютно все правила они никогда не бывают сильно сложными участвуйте и удачи а у меня на этом все я очень надеюсь что это видео вам понравилось если так и было обязательно поставьте ему палец вверх если вы еще не подписаны на мой канал обязательно подписывайтесь это можно делать нажав на округлую иконку вот здесь вот и также youtube вам сейчас предлагает другие мои видео к просмотру если вы их еще не смотрели можете посмотреть а если вы их уже смотрели то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней как и мне где